бесплатные вебинары для руководителей эксперты по построению бизнеса расскажут новые сценарии онлайн-продаж современные возможности интернет-маркетинга как продавать в соцсетях и мессенджера как контролировать сотрудников на удаленке и как организовать онлайн-офис делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента друзья день добрый приветствую всех на вебинаре компании один из битрикс мы говорим про интересные события которые есть в бизнесе про интересные аспекты бизнеса с разных сторон смотрим со стороны маркетинга со стороны продаж со стороны удаленных команд или вообще команды образования сегодня мы говорим про команду про идеальную команду как по сути она создается если какие-то секреты есть расскажем про них для того чтобы команда работала эффективно для того чтобы вы понимали что она делает чтобы коллеги чувствовали обратную связь много-много момента сегодня будем рассказывать и обозначать немножко в самом начале про организационные моменты которые сегодня нас ждут меня зовут михаил беляев я руководитель офиса один из битрикс санкт-петербурге буду сегодня с вами в течение ближайшего времени у нас будет полтора часа я буду не один об этом чуть чуть позже скажу мы на площадке вебинару соответственно если у вас есть свет и звук я имею виду картинка и голос то пожалуйста дайте немножко обратной связи что все окей вы нас видите хорошо слышите хорошо можно использовать для этого чат спасибо огромное плюсы уже вижу чат можно использовать не только для того чтобы сказать нам хорошо ли видно или слышно можно этот чат использовать для того чтобы задавать вопросы все логично мы сегодня говорим про команду и говорим про битрикс24 как инструмент на базе которого можно процессы командные хорошо организовать значит поэтому если у вас есть вопрос про битрикс24 смело адресуйте его в наш чат, мы будем смотреть и отвечать. Отвечать будут не только спикеры, которые сегодня вещать в эфире будут, но и у нас есть два партнера, эксперты по Bitrix24, они вместе с нами работают, в чате находятся, компания WebLaboratory и компания Smart Project, и поэтому вопросы ваши, которые будут сегодня в чат подрисованы, они в том числе будут подхватывать и отвечать. Если вопрос простой, они сразу же его закроют, если вопрос чуть сложнее, то решите каким образом по нему пройтись для того, чтобы он был совершенно прозрачным. Значит, разобрались с картинкой и звуком, вопрос, который постоянно присутствует, будет ли запись, мы ведем запись, ничего специального делать не нужно для того, чтобы эти материалы потом получить. На ту почту, на которой вы регистрировались, мы такие материалы отдадим. Так, ну что, по-моему, 40 моментами все понятно, предельно, будьте активны в чате, мы будем подсматривать и отвечать на вопросы. Значит, теперь я обещал сказать вам, что спикер не один, а как минимум два, и мы для того, чтобы поговорить про команду образования, пригласили к нам эксперта по вообще команды, построению и управлению команды. Анна Стародубцева, это человек с огромным опытом в управлении командами, в управлении людьми, и в управлении не только командами живыми, которые ты видишь в офисе, в управлении удаленными командами. Анна один из основателей онлайн-академии Remote Team. Соответственно, коллеги передают опыт, огромный бесценный опыт того, каким образом нужно с командой работать. Анна, привет большой. Да, здравствуйте, меня слышно? Я слышно. Ники нам не нужно. Анна тоже. Так, слышно, вижу, плюсики, отлично. Да, во-первых, несколько слов про проект Remote Team, интересный проект, если вдруг кто-то не сталкивался, чему там можно поучиться, чем вы делитесь? Мы обучаем, ну давай, я могу представиться и уже начать, включить презентацию и рассказать подробно. Этот проект мы создали вместе с Maximum Battery, обучаем управлению командам, как раз именно управлению удаленными в том числе и распределенными командами, но также говорим в основном это о систематизации, то есть чтобы перейти на удаленку, необходимо систематизировать бизнес. Хорошо, тогда я оставлю тебе эфир, буду поблизости, если понадоблюсь, и буду появляться. Все отлично. Так, сейчас презентация моя загружена должна была быть. Ага, вижу. Все, супер. Так, ну что, начинаем. Давайте знакомиться чуть ближе, я сейчас запущу чат, вижу, чтобы я видела ваши комментарии. Давайте сразу, чтобы я понимала, есть ли у вас команда, если есть команда, то сколько человек в команде. И давайте договоримся сразу, чтобы вы активничали максимум, чтобы не было никаких, так, говорят, что у кого-то есть проблема. Ну, администраторы, я думаю, смотрят так, команда, вижу, значит, меня слышите, супер. 5 человек, 4, 12, 5, 6, 25, Сергей пишет. Отлично. Ну, то есть собрались все по назначению, те, кто хотят управлять командами. Отлично. А напишите также, какие возникают сейчас сложности, пишите их в чат, чтобы я хочу, чтобы этот час был максимально для вас полезен. Если с какими-то запросами пришли, наверняка, когда вы видели там рассылку от Bittrex, вас что-то зацепило, да, почему вы пришли по поводу команды. Пишите их, чтобы к концу как раз нашего как мини-вебинара, мини-мастер-класса я, чтобы вы максимум получили ответы. Так. И, кстати, те, кто там сидит вдруг с телефона, переходите обязательно на компьютер, потому что когда буду выводить картинку на экран, чтобы все было видно. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Какая основная тема? То есть мы рассмотрим с вами систему подбора и обучения персонала. Потому что наверняка у многих из вас возникают проблемы. Как мы это сделали, как мы организовали в нашей команде Remote Team, покажем именно на примере того же Bittrex 24, с которым мы работаем уже много лет. То есть я пришла сюда не как партнер до Bittrex, а как человек, который использует эту платформу уже порядка 8, наверное, лет. Точно. Это точно уже то количество времени, сколько я с вами. Отдельно мы рассмотрим, как руководителю контролировать задачи, как не заниматься микроменеджментом и не стоять буквально над каждым, чтобы эти задачи выполнялись. Как не использовать вот эту систему супер популярную? Мне говорят часто клиенты, говорю, какая у вас система автоматизации задач сотрудников? Задумались, говорит, да, у нас есть система какая? Система блокнотик. Чтобы система блокнотик для постановки задач не было, расскажу, как это использовать. А дальше рассмотрим с вами, как команду привести в нужном направлении, какие самые важные элементы в этом и кто для вас, как для руководителя является ключевым помощником. Кстати, напишите тоже свои должности, то есть вы кто? Собственник бизнеса, генеральный директор, наемный руководитель. Потому что, ну, от этого есть небольшое отличие по ключевому помощнику, но мы все особенности рассмотрим. А также рассмотрим в конце ошибки руководителя, из которых CRM-система часто не работает так, как хотелось бы. То есть основные аспекты проговорим, ну и, конечно, по ходу я буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому активничайте, давайте обратную связь, я буду вам выдавать в ответ больше. Так, вижу. Так, мотивация выполнения поручений рассмотрим сегодня. Неготовность работать удаленно. Пишите контроль деятельности удаленных сотрудников. Супер. Собственник бизнеса. Так, вижу, собственник наемный. Так, остальные ребята, давайте договоримся не отсиживаться, потому что если просто смотреть на экран, смотреть на меня и слушать, к сожалению, эффекта меньше. Поэтому я всегда призываю активничать и давать обратную связь. Так, намного интереснее вам проходить обучение и мне получать от вас обратную связь, потому что, конечно же, хотелось бы вживую, но мы знаем, какая сейчас ситуация с пандемией. Давайте познакомимся. Кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна Стародубцева. Я предприниматель, эксперт по построению удаленных команд. Опыт управления у меня уже более 10 лет. Я являюсь основателем онлайн-академии Remote Team, которую мы организовали вместе с Максимом Батрим, то есть совместно проводим обучение на ней и оборот компании составил, вот мы сейчас как раз подвели итоги за год. Я тут писала 13 миллионов рублей в месяц, он составил от 120 миллионов в месяц, то есть там 123 миллиона в год, вернее, не месяц. Это весь оборот компании. Также я являюсь аспирантом МГУ и сейчас занимаюсь тем, что пишу кандидатскую на тему как раз цифровизации и как управлять командами, в том числе в государственном секторе, да, с помощью системы. Опыт управления собственной командой, 200 плюс человек в собственном строительном бизнесе. Это в подробности уходить не буду, кто захочет познакомиться ближе, присоединиться. Одно хочу сказать, что эта компания у нас была в Донецке, успешно прошли все этапы сертификации, ISO 9, 1001 и ISO 14, 1001, полностью автоматизированы были все процессы, выходили на рынок Дубай, в общем, прибыль во время моего управления выросло более чем 6 раз. Но обстоятельства так сложились, да, что в том нашем родном краю ситуация чуть не резко изменилась. Поэтому я призываю вас активничать еще раз. Кто со мной захочет ближе познакомиться, дальше я буду рассказывать и в том числе давать вам подарки. Присоединяйтесь на мою страницу. Так, возможно, мне помогут, или давайте я ссылочку прикрепить. В Инстаграме подписывайтесь, там очень много информации, в том числе и обо мне. Так, давайте двигаться дальше, вперед. Кроме того, давайте сейчас для разогрева у меня такой вопрос к вам. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению инструмента, любая команда – это некий организм, в котором всегда присутствует кто? Управленец, руководитель, да, и есть наличие, по идее, системы. Вот как вы думаете, в какой компании результат будет выше? Там, где крутой управленец и нет системы, или там, где есть система, поставьте, пожалуйста, в чат. Какой из вариантов вы считаете? То есть, где компания проще пройдет кризис, где она справится со сложностями, что должно произойти в этом ключе? И понятно же, что то, что я сейчас говорю про систему, адекватно вас толкает на то, чтобы поставить двоечку, да, то есть я вижу. Но давайте рассмотрим такую ситуацию. На самом деле результаты будут выше там, где есть крутой управленец. Но здесь есть такая важная-важная оговорочка, потому что здесь есть такой важный-важный аспект, какой? Это именно то, что крутой управленец всегда доснигнет выше результатов. Но есть проблема в том, что нет, его надолго не хватит, то есть человек просто выгорит, да. Человек, я думаю, каждый из вас, если вы чувствуете это, что вы всегда вытягиваете из сложных ситуаций компанию, то можете плюсовать прямо в чате. То есть вы, как крутой управленец, можете решить все проблемы, даже если нет системы. Если вы есть, проблемы решаются. Вопрос в другом, насколько вас хватит, да, для решения вот этих всех ситуаций. Потому что решать подобные ситуации, ну, достаточно сложно, и часто человек выгорает. Так вот, а двоечка, почему в этом формате может не работать? Потому что если есть крутая система, но придет в эту систему непутевый управленец, который не имеет профессиональных навыков, который не обладает лидерскими качествами, то он любую систему может разрушить. Поэтому в этом ключе давайте посмотрим вот на что. А работает всегда все три элемента, да, то есть необходимо, кроме профессиональных навыков, кроме системы, еще и инструменты. То есть, если у вас, например, будут в формате команды, например, присутствовать один и два пункта, да, профнавыки и системы, но не будет инструмента, в этом случае что будет происходить? Будет раздут штат, будут, я не знаю, особенно часто в бухгалтерии это бывает, да, раздуты системы, то есть в формате, что результаты вы получаете путем количества, а не качества. Если у вас, например, будет два и три, например, система и инструменты, но не будет профнавыков, ну, что в этом случае будет, будет появляться какой-то в компании другой лидер, который будет диктовать условия или вообще вашу систему могут забирать и уходить на сторону. И если у вас будет, например, один-три профнавыки и инструменты, но не будет системой, то можно попытаться, конечно, сразу найти супертолкового, очень умного специалиста, знаете, такого мотивированного сотрудника, который придет и волшебной палочкой там вам все сделает и наладит. Но, к сожалению, этот способ владельцу стоит либо очень много денег, вот мы с Максимом последний раз общались, он говорил, что нашел один из собственников бизнеса в сфере, по-моему, металлургии, нанял себе топ-менеджера со стоимостью там вообще охладную часть на 900 тысяч. Ну, то есть эффективно вряд ли, ну, то есть посмотрим, какой будет результат. Поэтому одно без другого не работает, и всегда необходимо мы за тот подход, чтобы и один, и два, и три присутствовал. И сейчас я выведу на экран как раз пример, что должно быть обязательно в системе для того, чтобы она работала. То есть какие должны быть элементы. Я сейчас вам просто выведу на экран, можете там, я не знаю, заскринить, а дальше мы пойдем уже вглубь инструментов смотреть, что и как внутри работает, что происходит ниже. Это первое, да, что должно быть обязательно. Система выстроена, финансовое планирование, орг структура, безопасность автоматизации, инструменты собранные по ланированию, по постановке задачи, по мотивации кипяй и нематериальной, то есть контроль и оценка. То есть это те элементы, которые очень важны. Кроме этого, продажи, люди, стратегия – это те важные элементы, которые должны быть в вашей системе. И давайте рассмотрим самого первого пункта, который я говорила, как же выстроить систему подбора и управления командой. Сначала рассмотрим систему подбора. Напишите, пожалуйста, испытываете ли вы сложности с подбором? Вот напишите, пожалуйста, и если испытываете, то какие именно сложности? Есть ли такие позиции, которые сложно закрыть? Есть ли такие позиции, которые, там, я не знаю, не набираются команды в коллективе и так далее? Так, кто-то говорит, что нет. Мне интересно, какое количество и кто по должностям пишет. А вот пишет, нет, ну, ищу иногда долго. Да, есть, говорит, кто-то в наборе, кто-то в количестве и так далее. Смотрите, я рассматриваю всегда подбор с точки зрения. Вот кто-то говорит, да, нет спецов. Смотрите, я отношусь к подбору персонала всегда точно так же, как к продажам. И давайте рассмотрим пример. Это воронка, стандартная воронка просто процесса продаж. Я думаю, каждую из вас известна, она у кого-то отличается, у кого-то похожа и так далее. Но я всегда переношу продажи на призму того, как это выглядит здесь. Смотрите. Процесс подбора. То есть мы рассматриваем процесс подбора в том же виде, ту же самую воронку. И очень важно, для того, чтобы подбор работал эффективно, необходимо назначить ответственного. Если вы назначаете для подбора персонала конкретно, ну, то есть никого не назначаете, либо говорите, подбором будет заниматься офис-менеджер конкретного специалиста, нет, кто этим занимается, то вы лишаете себя системного управления. Если, например, отдел продаж не будет видеть, что идет постоянный набор, что постоянно приходят новые люди в команду, что идет обновление, что идет рост, то они просто будут с каждым месяцем расслабляться. Или же, если вы поручите подбором заниматься, например, офис-менеджера, либо сами занимаетесь этим, то как это выглядит? Сейчас припекло, срочно нужно закрыть позицию, мы все бросили, поставили эту задачу, закрыли. А самое страшное, что потом происходит, обучили человека, начали, потратили достаточно много времени, давали ему наставления, и как итог человек сказал, ну, не мое. Я думаю, каждый с этим сталкивался, если сталкивались, приплюсуйте в чатик, как раз посмотрим. Потому что это такой момент, когда очень часто приходит с вашей стороны демотивация. Как мы поступили? Мы назначили отдельно в штате человек, которому делегировали процесс подбора. Для начала, если у вас, например, раньше не было специалиста, там, HR, директора, это не обязательно делать сразу, да, в этом важность. Вы можете кому-то делегировать этот процесс, но важно внести те KPI-показатели, которые важны. Я KPI-показатели именно HR-менеджера сейчас выводить не буду, потому что чуть тема другая, но мы дальше рассмотрим KPI-показатели других специалистов. А на эту тему, ну, если захотите, и кому-то прям очень важно, я могу поделиться. Напишите мне в директ, и я тогда вам отправлю, кому горит. Потому что кто-то писал, что это важно, кому-то, ну, кто-то писал, что это не важно. Поэтому прям, кому прям больно, кто хочет получить схему KPI-мотивации, можете обратиться, я поделюсь с вами с радостью. Так вот, если рассматривать эту позицию, когда вы делегируете это на человека, то это тот же продавец, только в направлении найма людей. То есть, по сути, он должен обладать теми же самыми качествами. То есть он должен просто больше разбираться в людях. Я всегда говорю, с точки зрения психологии, отлично подойдет. Но если он, там, не любит телефонные переговоры, не любит дожимать, то в этом формате постоянно будет испытывать, ну, вот это чувство нехватки людей. Поэтому мы что сделали? Мы просто перенесли. Мы сделали KPI-мотивацию для HR-менеджеров, куда внесли основные. Он там привязан к текучке команды и к закрытию планов. Также стоят планы по закрытию вакансий. Я чуть дальше. Так, сейчас загружу. Я хочу вам просто показать пример, как у нас выглядит. Я думаю, будет вам актуально. Как выглядит тоже таблица по отчетности с точки зрения... Сейчас я загружаю, чтобы потом вам на экран быстро вывести. Как выглядит отчетность с точки зрения вот как раз планов. То есть что делает у нас рекрутер, чем он занимается, в каком формате он эту всю информацию подает. Потому что, видя это, вам всегда проще эту всю историю сделать. Так, сейчас у меня загружается. Вот, нашла. Так, и на любую абсолютно должность это необходимо сделать. Вот, сейчас я выведу на экран. Надеюсь, все будет окей. Мы пробовали, тестировали, как выглядит воронка. Чтобы это все сделать, можно было сразу в Bittrex. То есть этот человек у нас имеет отдельный... Мы разделили правами отдельно. Там отдел продаж, отдельно направление подбора. И создали это все в CRM-системе в Bittrex. Я сейчас кнопочку жму, пока с экрана. Так, так, так. Сейчас вывожу. Хочу, чтобы вы видели сразу. Так. Наверное, видите. Так, напишите, если вы видите мой экран, именно CRM. Поставьте. Ага, вижу. Михаил пишет, что есть. Все, супер. Итак, смотрите, каким образом мы сделали. То есть есть стадии сделки. Вот видите, разные направления у нас есть по продажам. Это просто я транслирую сейчас наш экран, как у нас это выглядит внутри. То есть и по стадиям сделки мы разделили направления, по которым идет подбор. То есть когда получают отлик, когда заполнение анкеты. И, между прочим, у нас тут есть рекрутинг, который для топ-менеджмента. Вот, для топ-менеджмента это когда мы руководители и одна воронка. И рекрутинг отдельно в таком формате. И происходит подбор. Если мы сейчас в CRM-ку окунемся глубже, то каким образом выглядит работа нашего менеджера. Причем, если у вас, например, вот видите, здесь собраны входящие отклики, заполнение анкеты, предварительное интервью, пригласили на собеседование и так далее. То есть по направлениям это что сейчас происходит в нашем отделе в подборе. Тем самым мы управляем тем, что делается сейчас в нашей компании. Каким образом происходит подбор. Есть ли воронки, есть ли отклики. То есть всегда работаем с нашей внутрянкой. То есть привязан также телефония, привязан там наш мессенджер WhatsApp. То есть все общения проходят там. Потому что если мы ставим фокус на продажу, если мы настраиваем там CRM, если мы настраиваем там все процессы, то чем отличается этот процесс найма? И когда вы измените подход и посмотрите на подбор с точки зрения продаж, у вас когда просегнают продажи, вы что смотрите? Всю воронку продаж, да? Где произошел косяк? Из-за чего этот косяк произошел? Хватает ли ледов наверху? Что мы делаем с переходами из конверсии на конверсию? То есть как этот весь процесс происходит? И если что-то не получается, то что вы увеличиваете просто количество откликов, да? И показываете это уже, ну как, и показываете результат. Поэтому я сейчас вам покажу, каким образом вообще у нас строится сама отчетность, чтобы было больше практики, да? Меньше, так, останавливаю и выведу на экран вторую табличку. Так, вывожу на экран. Так, вторую вам покажу. А как у нас строится воронка? Да, я говорила о планах. Вот, например, у нашей компании на июнь вот такие вакантные позиции. Это я вам привела пример, сейчас вывела на экран воронку РОПа. То есть показала. Вот это наши вакансии, которые открыты в этом месяце, да? В нашей с Максимом Ремоти. И смотрим. Например, мы ищем руководителя отдела продаж. Что для этого необходимо? Мы ставим план на месяц с эталонными показателями, где видны, каким образом, что мы должны получить и какая должна получиться воронка для того, чтобы вот в конце человек вышел на работу. То есть что должно произойти, какие этапы он должен пройти, что он должен сделать и так далее. Это наши показатели. Поэтому, когда вы ставите любую плановую цифру, например, не закрываются какие-то специалисты у вас, простраивайте также воронку по всем этапам, сколько вы должны получить. То есть, например, там неделя, день, да, потом разбивается паденно. И смотрим, достигается показатель или нет. Видите, где-то есть просадки по количеству за день, где-то наоборот больше. Ну, то есть чтобы по итогу результат был потрясающий. И смотрим там, какая доходимость, какие критерии. То есть эти все моменты просматриваем, чтобы результаты были нам необходимы. Иначе, ну, как бы смысл делать этого нет. Поэтому в этом формате таким образом работает вот этот системный подход. То есть, ну, необходимо назначить ответственного за подбор. Не просто в формате, там, не знаю, Маша, найди-ка нам, у нас сейчас проблема, найди-ка нам такого специалиста. Это в формате регулярного подбора, который постоянно осуществляется. Дальше вести, кипяем мотивацию этому специалисту и автоматизировать этот процесс. Но для начала вам необходимо простроить саму воронку, какие этапы у вас проходят. Например, мы линейных специалистов закрываем через групповые собеседования, а топ-менеджмент через индивидуальные собеседования. В этом отличие. Да, и там есть разные типы критерий, компетенций к разным специалистам. И после этого уже автоматизировать полностью систему. Мы в таком формате работаем уже, когда у нас подбор именно в битриксе заложен, порядка трех с половиной лет эффективно и никогда проблем не испытываем. То есть, никаких моментов в этом нет. То есть, назначили, воронка есть, мы ей руководствуемся и удобно, комфортно работать. Так, дальше. Если вопросов по найму нет, если есть, можете задать, написать сейчас прямо в чате. А я пока пойду дальше. Дальше. Следующее. Что необходимо еще для того, чтобы система существовала и была эффективна? Построение онлайн-обучения для персонала. Я покажу, расскажу основные, какие... Иван спрашивает, какие вопросы используем мы в анкете. Смотрите, очень разные. То есть, если посмотреть подробно в анкету, в зависимости от профиля. То есть, у вас сами вопросы родятся после того, как вы составите профиль компетенции. И кроме того, когда вы составляете, например, профиль тех же компетенций, необходимо смотреть с точки зрения, а что вам важно. Ну, к примеру, у меня было вот такое заблуждение совсем недавно. Я хотела руководителя отдела продаж, чтобы он был не старше 40 лет. Но когда я встретила кандидата 42-45, которые потрясающе подходят по всем остальным критериям, я пересмотрела, почему я себе вообще ставила этот показатель, для чего я ограничивала это по возрасту. И оказалось, что мне было важно, чтобы человек просто был зажигалкой. То есть, зажигал остальных, зажигал свои энергии и мог всю команду зажечь на достижение цели. На самом деле, да, мы знаем, что и в 30 лет бывают люди, которые слабо могут кого-то зажечь, но и в 45, обладая другими компетенциями, классными, да, там, в сфере, там, тех же инструментов, человек может делать крутые результаты. То есть мы пересмотрели этот критерий. И уже исходя из этого, мы задаем вопросы. В анкете их бывает очень большое количество. Я, например, очень часто размещаю в своем, в том числе, Инстаграме, в сторис ссылки на эти анкеты. Но можете использовать их только ради, там, не знаю, перейдете по ссылке, посмотрите вопросы. Для каждой абсолютно должности они свои. Так, да, вот, а что в 45 уже нельзя зажечь? Вот именно, да, я же говорю, поэтому у меня было заблуждение, что да, можно, еще и как. Вот, и мы, в принципе, взяли руководителя тела продаж, который не соответствует этим критериям. Да, то есть мы расширили эти критерии. Поэтому если у вас в воронке много уже месяцев, происходят сложности с подбором, где-то что-то сбоит, то просто выделите время, сядьте, пересмотрите критерии. Какие критерии ограничивают подбор и что можно с этим сделать? Ну, например, вы ищете менеджера по продажам только с опытом продаж или только работа в вашей сфере. Лучше как пересмотреть? Людей брать, например, без опыта, определенными компетенциями, но при этом, вот сейчас как раз буду говорить, выстроить такое онлайн-обучение, чтобы люди без контакта с вами либо там с вашими специалистами получали необходимые знания и внедряли в свою работу. Тогда эффективность, конечно, вашей работы будет гораздо выше. Поэтому это тоже важно и необходимо использовать. Так, ну что, я тут тоже подгрузила еще, хочу один вам файлик показать, как мы обучение выстраиваем. Дальше. Какие два главных правила на пути к этому? Это первое – адаптировать систему мотивации. Мы об этом поговорим, потому что окладная система неэффективна. А в формате, если это привязано там с человеком часам и к восьми часам, то здесь необходимо пересматривать эти вопросы, эти требования, и мы этим тоже занимаемся. Я выведу, ну, я, к сожалению, в рамках эфира не смогу прям подробно об этом рассказать, но я выведу примеры с KPI-мотивацией, какие могут быть. И дальше следующий этап – это уже конкретно настроить систему обучения и адаптации. То есть это два важнейших элемента. Но мы должны помнить о таком важном моменте. Для того, чтобы это все сделать, необходимо синхронизировать еще ту команду, которая у вас есть. То есть первое, что необходимо, это определить демотивирующие факторы в команде. Знаете, это те факторы, которые угнетают. Я называю это демотивацией по-русски. То есть это демотиватор, например, это игнорирование инициативы работника. Это там нарушение негласных договоренностей, которые были созданы между вами. Или когда его достижения не признаются. Или когда он, например, выполнил какие-то условия, но не получает результата в виде какого-то вознаграждения и так далее. То есть у каждой компании есть такие демотивирующие факторы. Их задача выявить и просто устранить. Дальше. Ну, необходимо провести оценочную сессию. Для того, чтобы ваша... Для того, чтобы вот ваша... Давайте пока не называйте команды. Вот эти сотрудники, которые пришли к вам, начали достигать результатов, необходимо, чтобы все вы были созвучны по одной цели. То есть есть ваша, например, цель как руководителя или там как собственника бизнеса. Есть цель у сотрудников. Очень часто цель сотрудников, она в другой чуть плоскости, чем цель компании. Поэтому важно эти цели объединить. Поэтому мы всегда говорим, что необходимо проводить командные стратегические сессии, но накануне этих стратегических сессий проводить еще оценочные сессии с сотрудником. Так называемый ИПР. Простраивать им индивидуальные планы развития. Потому что именно в этом режиме люди поставят те цели, которые они хотят достичь в рамках вашей компании. Ответить на вопросы. И как раз вот такие сессии проводят посредственно прямые руководители. Ну, например, у меня в управлении там 10 управленцев, там руководители. У них свои сотрудники снизу. То есть каждый... Я провожу со своими руководителями такие сессии, а они проводят со своими сотрудниками вниз. Тем самым делаем такую сквозную настройку на общие цели и ценности. После этого на общей стратегической сессии объединяем усилия. И это, я считаю, один из важнейших инструментов, которые есть по созданию команды. Потому что если сотрудника мотивирует только его заработная плата и там, я не знаю, достижение каких-то регалий за то, что он там пришел работать в престижную компанию, то, к сожалению, очень сложно будет вот эту всю историю делать. То есть изначально будет вот эта система скользить и идти не в том формате, в котором было бы удобно. После этого вы уже разрабатываете дополнительно нематериальную мотивацию, как можно управлять ею. И создавать KPI-мотивацию, внедрять работу. Теперь давайте посмотрим подробнее про KPI. Вообще, что нам дала KPI-мотивация, когда ее сделали? Я одно время проходила обучение, еще заработая в строительной компании на должности финансовым директором. Мне была поручена задача прописать, создать систему KPI-мотивации. Это было, получается, где-то 8,5 лет назад. И я пошла в одну из академий, достаточно популярную сейчас, Энстен Янг. Закончила обучение, прошла еще несколько курсов по мотивации. И ситуация произошла какая. То есть я ее внедрила. Она была достаточно сложной. Сотрудники тратили огромное количество времени, и это было неэффективно. После этого занялся мой путь, когда я начала развивать эту тему очень долго. И развивать с точки направления, какая должна быть система KPI-мотивации. Она должна быть всегда простая. То есть любой сотрудник должен уметь рассчитать свои показатели самостоятельно. Если на это требуются отдельные специалисты, значит, эта система будет неэффективна. Как Игорман очень часто говорит, если просто, значит, просто, если сложно, значит, ложно. Я всегда придерживаюсь той же позиции. Когда мы внедрили уже нашу схему мотивации, то что мы получили? Во-первых, возможность была с легкостью перейти на удаленку, потому что цели личные сотрудника отражены в KPI-мотивации, и он не страдает от этого. Второе – повышалась производительность сотрудников, то есть повышалась повлеченность сотрудников. С точки зрения чего? Для того, чтобы управлять лояльностью сотрудников, есть три уровня. А первый уровень – это когда человек приходит устраиваться на работу, он приходит на позицию с точки зрения ответственности. То есть вы берете ответственность за его результаты, в свою очередь. То есть вы ответственны за то, чтобы платить ему зарплаты, а он берет ответственность за свои результаты. И все, в принципе, да, то есть любое какое-то нарушение с вашей стороны правил, какой-то кризис, сотрудник может уйти. Следующий уровень – это уже сотрудник вовлеченный. То есть он определяет, понимает свои цели, он разделяет вашу компанию, да, как свою на нее смотрит, он максимально вовлечен в весь этот процесс. И как результат, что мы получаем по итогу, то есть сотрудник с вовлечением, да, он достигает результатов, приносит пользу. И потом переходит на следующий уровень после вовлеченности вера. Так вот задача всех руководителей – перетаскивать сотрудников с позиции просто ответственности базового уровня, когда там «дайте зарплату, я отработаю свои часы, и на этом все». Перетаскивать чуть выше в позицию вовлеченности и еще лучше в веру. И чем дольше сотрудники работают в вашей компании, тем они вероятнее переходят в позицию веры. То есть это полные приверженцы ваши. И если у вас возникает ситуация, к примеру, что в компании существует текучка, ну, например, регулярно, то в этом случае вы теряете вот эту возможность работать с вовлеченными людьми, которые верят в вашу идею, в вашу компанию. Потому что время, когда человек окрашивается именно в позицию полного приверженца, к сожалению, оно в любом случае его необходимо пройти. Это от года где-то. Если люди постоянно меняются, то очень сложно расти в таких рамках, потому что мы говорим о команде. Поэтому всегда необходимо наблюдать за тем, на каком уровне сейчас находятся сотрудники. То ли они на уровне вовлеченности, то ли они на уровне ответственности, просто вы ему зарплату, он результат, значит, еще лучше за человека часы, да, по восьмерочке отработал и все. Либо он на позиции вера. Просто посмотрите. Потому что вот мы всегда там тоже пример ставим в свою, в том числе, компанию. У меня в команде люди работают со мной в этом направлении пять с лишним лет. И эти ребята просто, ну, как они, добавляются в команду и растут вместе. То есть кто-то пришел прям линейным там менеджером по продажам, сейчас стал руководителем отдела маркетинга. Кто-то пришел там в позицию ассистента, теперь там мой зам. Ну и так далее. То есть в этих направлениях люди растут. И сейчас наша команда в этом направлении Remote Team составляет 35 человек. И люди не уходят, они прирастают. То есть идет время, и команда прирастает. За этим очень важно следить. Иначе постоянно в формате, когда не управляете этой вовлеченностью, бывают вот эти проблемы, которыми очень сложно управлять. Сейчас я выведу на экран просто как пример. Схемы KPI мотивации. Личного ассистента руководителя. Красную выделены базовые суммы. Это из чего состоит мотивация. Я дальше проговорю, что просто брать схему мотивации, к сожалению, не проходя все алгоритмы по подстроению KPI мотивации, ну, неэффективно, если мягко сказать. Необходимо для начала создавать должностные карты. Ну, а ник мы чуть-чуть позже. Я тоже коснусь, покажу вам, расскажу, чтобы тоже понимали, что такой инструмент есть. То есть вот эта KPI мотивация, как пример, из тех показателей, которые исходя из должностной карты моего ассистента, да, то есть цифры в зависимости от регионов, которые базовые суммы могут меняться. Если вам ценный данный инструмент, тоже дайте, там, я не знаю, что тут я вижу, огоньки есть, тут есть что еще, глазки, или что это, это количество просмотров, кто сидит. То есть дайте реакцию. И следующее важно. То есть этого тоже недостаточно для того, чтобы команда была максимально лояльной. Мы простроили, проговорили уже, что должна быть KPI мотивация. Мы проговорили стратегические сессии, оценочные сессии ИПР сотрудниками. Да, это все должно простроено. Но еще очень важно и необходимо простраивать грейды. Грейды – это как некие карьерные карты. Например, сотрудник пришел в компанию, и он понимает, что он может достигнуть через два года, через три года, через четыре года, через пять лет. И это можно простроить абсолютно на любую должность. То есть вы можете простроить эти карьерные карты и грейды. И для отдельного человека, который может это делать дополнительно, да, там, я не знаю, к примеру, у меня рассказывал один из наших экспертов нашего курса, Михаил, о том, что у него была ситуация, связанная с тем, что у него девочка-администратор работала долгое время, работала очень эффективно, они получали офигенные классные результаты. Но, к сожалению, в какой-то момент она достигла потолка, то есть она получила какое-то, знаете, ощущение, что она уже все достигла в этой компании, и зарплата ее устраивала, ну, все было отлично. Но она решила уйти. Почему? Потому что она говорит, я не вижу роста, я не понимаю, как я могу себя здесь реализовать. А реально Михаил на тот момент не видел и потерял человека. После этого он сделал, простроил как раз карьерные карты, потому что абсолютно на любую должность, даже на администратора, можно простроить вот эти шаги, как некую игровую механику с точки зрения, что когда человек приходит на работу, он в позиции стажера, спустя время он становится младшим специалистом, спустя время он становится специалистом, потом он становится ведущим специалистом, потом он, я не знаю, может стать тим-лидером тех специалистов, которые есть в команде, и так и расти. То есть это некий шаг, который сотрудник еще на этапе, например, собеседования у нас, проходя первичные отборы и обучение, получает обратную связь, с кем он может стать через некоторое время. Я, например, сейчас вывела грейдом в отделе продаж, к примеру, как это может осуществляться. То есть вот можно там стажер, специалист, консультант, ведущий консультант, роб там или тренер. И в этом формате это крутая мотивация, знаете, сподвигать вашу команду к обучению, потому что для того, чтобы переходить с грейда на грейд, с этапа на этап, необходимо прочитать определенное количество книг, необходимо пройти некие обучающие курсы, необходимо сдать тот же аттестацию, да, в виде там тестового задания или практического. И люди автоматически, когда приходят в команду с такими правилами, начинают приносить результат. И важно это делать абсолютно на любые должности, не только на продаж, потому что очень часто, к сожалению, обращают внимание на продажи в первую очередь, но на все остальные отделы как-то спускают их из вида. Дальше. Теперь поговорим про обучение. Часто, как вот, напишите, к примеру, как у вас там развито обучение в командах. Очень часто у нас происходит вот демотивация. Это когда мы проводим какое-то обучение в команде, да, человек пришел, вот нам он кажется вначале просто идеально подходящим под все требования, вот мы думаем, мы наконец закрыли эту позицию, обучаем, выдаем себе куски сердца, рассказываем, тратим на него время, а потом вдруг человек говорит, ну нет, я передумал или там, ну нет, я не хочу, ну нет, я не буду это делать и так далее. То есть напишите, возникают у вас эти сложности вообще или нет, потому что в этом случае происходит демотивация. Причем, если, например, вы поручаете подобного там сотрудника к наставнику и типа говорите, считаю, как он работает, лучший сотрудник, я возьму эти результаты на себя, то это тоже, кстати, не совсем эффективно работает, и мы получаем не те результаты, которые хотели. И в этом случае, к сожалению, необходимо как раз делать кардинальные меры, и каким образом у нас выстроено. У нас выстроены дни по обучениям, например, давайте там по самому горячему, да, в отделе продаж. То есть руководитель отдела продаж включается к человеку, который идет там, становится стажером в отделе только спустя пять дней. Первые пять дней что происходит? Первые пять дней человек там проходит обучение, у нас там они размещены в Google форумах, сейчас мы там их переносим. Работали одно время с iSpring, с разными платформами, даже там их можно разместить и внедрить, чтобы они были внутри, там, витрик 24 прям размещены. Но вот мы с ним работали. Кстати, если интересно, я могу сейчас чуть отклониться, да, вот моих слайдов и показать вам, как выстроены вот эти первые дни обучения в нашей системе, то есть как размещены, что мы показываем нашим сотрудникам, какие тестирования проходим. Я просто выведу на экран, чтобы было понимание, как выглядит обучение. Если да, то поставьте там реакции плюсики или знаки восклицания в чате, и тогда я покажу. Но только если их будет много. Если три человека мне сейчас поставила, я ничего не покажу, ребят. Буду вредничать. Итак, пока вы там голосуете, смотрите, что очень важно, чтобы было обязательно видео о ценностях и корпоративных правилах. Например, у Bittrex это вообще идеальный развит. Вот в должность курс молодого бойца. Обязательно должен внедрен быть наставник-куратор. Ну, вы понимаете, не только наставник-куратор. Потом внедряем систему как дела. У нас специалисты отдела обучения постоянно запрашивают обратную связь в определенном промежутке времени. Например, человек там первую неделю, если в команде им каждый день запрашивается. Если он там вторую неделю, там три раза в неделю запрашивается. Третью, два раза в неделю. То есть постепенно уменьшает вот этот порог как дела, но потом эта вся система выстраивается. И обучающие курсы уже по переходу по грейдам. Так вот, когда продавец приходит в команду, первые три дня он обучается онлайн, получая задания с наших систем. То есть он получает о корпоративных правилах, о ценностях, о результатах. То есть он наполняется нашими знаниями, наполняется нашим видем, наполняется нашими месседжами с Максимом, то, что мы хотим донести до нашей команды. То есть мы это все показываем. И если человек не получает в формате обратную связь, ну то есть если мы видим, что что-то там не так, мы просто его убираем с обучения, потому что очень много вылазит на этом пути несоответственно. Например, человек не хочет обучаться, или человек не соблюдает договоренности, или он исчезает со связи. А мы на удаль-продваленку говорим, это крайне важно. И только там на четвертый-пятый день, на четвертый день его подключают к CRM-системе, он полностью проходит курс по обучению работы в CRM-системе, и на пятый день он уже, ну то есть по сути продает, совершает первые звонки с тренировочной базой и получает первые результаты. Проходя вот эти пять дней, если все ок, уже готовый по сути специалист переходит в отдел продаж. То есть руководитель отдела продаж не тратит, не расфокусирует свое время на это. В то же время не тратят время другие сотрудники, но при этом человек уже отобранный, и у руководителя отдела продаж цель какая? Только одна, да, принести выручку в компанию, достигнуть плановых показателей, да, это его основная задача. И у него нету расфокуса, потому что если появляется расфокус, возникает проблема. Так, я плюсики вижу, да, ребята, вижу, вижу, поставили. И тогда давайте я выведу на экран свое обучение. Как выглядит? Я просто на примере покажу там первые дни. В формате именно режима разработчика я уже сказала, что мы используем Google формы. Так, вывожу на экран. Вот так выглядит, смотрите, сама система. То есть это обучение, первый день вводный. То есть видите, приветствие. У самого нашего соискателя виден только вот этот экран, да, то есть вы видите по разделам. Далее мы рассказываем об академии. Подписываем сразу нас в наши соцсети для того, чтобы управлять его лояльностью. Рассказываем, что ждет его в ближайшие дни. Даем ему карьерную карту. Показываем карьерную карту. Показываем еще раз схему мотивации, потому что человеку может быть непонятно, что использовать, в каком режиме. Показываем условия работы. Реальные условия работы, не те, которые мы ему, там, я не знаю, в цветочках преподносим, да, а именно реальные. Тут важно всегда быть с честными и про доверие. И проверяем, как обычно, это важно, да, тестированием, как понял, все ли правильно, и заодно и там сразу начисляются человеку баллы. После этого, там, переходим к следующему. Манифест. Какая миссия? Какие наши ценности? Какой продукт? Какие клиенты? То же самое, как слышно, да, там, наша история, как родился продукт, хронология. Дальше идет викторина по поводу нашей истории, по нашей орг структуре, по коммуникации в команде и так далее. То есть мы постоянно проводим подобное обучение. И там, например, давайте еще там второй день покажу, сразу раз мы коснулись. Ввод в должность. То есть он прошел первый модуль, изучил всю информацию, там идут ссылки, отсылки, да, и после этого переходит в следующий модуль. Ввод в должность, где описаны обязанности, описан путь клиента от лидогенерации, потому что важно продавцу понимать, откуда эти клиенты берутся, чтобы он понимал ценности эту, да, сколько там у нас тратится денег в рекламу, как это происходит, база наша, какие правила, как мы работаем с трафиком, как мы работаем с следами, какой наш процесс продаж при первом звонке, при втором, почему важно отслеживать, почему у него там в КПИ и количественные, и качественные показатели проверяются. То есть мы сразу вшиваем в человека ту нам необходимую информацию, потому что именно на раннем этапе, если человек это слышит и понимает принцип работы, то тогда вам не нужно его переучивать, нету вот этого сопротивления. То есть изначально человек приходит, видит вот эту всю информацию и соглашается на вот эти правила игры. То есть у него внутри нету противостояния и противоречия этому. То есть окей, эти правила, я их принимаю либо нет. Если человек принимает, он проходит вот эти этапы аттестации, первые там пять модулей, и после этого приступает уже к работе в серой системе. Там такой же обучающий курс, только на базе BITREX24, и переходит в эту всю систему. То есть как организовать ваше право, вы можете использовать разные методы. У нас это работает сейчас так, будем там переносить на отдельную онлайн-платформу, так количество растет, у нас уже три отдела продаж, ну и модернизировать. Но сама эта система, этот подход, он очень важен. То есть не хранится все в файликах, в каких-то листиках, в схемах, как обычно происходит, а все четко структурировано и по делу. И самое важное, вы получаете обратную связь. Вот так. Так, если было полезно, дайте тоже мне знак, поставьте, и тогда перейдем дальше. Спрашивают, когда происходит у вас оформление сотрудника? Он обучается, уже получая деньги от компании. Да, у нас это все делается официально, он обучается, уже получая деньги от компании, но у нас там есть прям договоренность, мы прописываем моменты стажировки. То есть там, если человек у нас меньше месяца, то эти там три дня ему не учитываются. Если он остается в команде, то ему все эти дни зачитываются. То есть все делается официально, все делается правильно. Единственное, есть моменты по поводу оформления. Например, мы не можем просто по трудовому договору оформить сотрудника, который находится, например, на территории Украины, но там есть другие особенности, там можно с ними сделать другие договора, они чуть по-другому отличаются, но принцип тот же. И в этом формате я тот человек, который призывает, наверное, всех работать чистую, понимая, так как я финансист по образованию и бывшим финансовым директором, понимая, как сейчас работают все системы финмониторинга, а для того, чтобы у вас было будущее в компании, вы были спокойны в этом будущем, лучше делать все правильно, честно, чтобы потом не иметь никаких проблем в этом формате. Так, отлично. Так, следующий момент. Смотрим, двигаемся вперед. Как руководителю контролируют задачи? Теперь тоже такой важный момент. Пройдемся по нему. Мы используем, вы же поняли это, да, это BITREX 24, и задачи используем именно там. Но есть некое такое дополнение в нашей системе. Какое? Я дальше коснусь о онлайн-помощнике, то есть, по сути, о моем ассистенте, как это сделано. То есть, а у нас сотрудники все работают. Вот видите, даже справа на слайде, это скрины, которые прислал мне ассистент и прислал в виде каждого ответственного задачи на следующий день. То есть, каждый вечер сотрудники планируют следующий день. Либо им ставит их руководитель задачи, либо, если у них какая-то мотивация, есть планы, они декомпозированы, он просто знает, что ему делать, и планирует свой день, исходя из там 8 часов рабочего дня. И подводят итог. То есть, план-факт. На текущий день план был вот этот, факт вот этот. И за этим всем следит ассистент. Дальше про ассистента более подробно проговорим. И смотрим контроль выполненных задач. То есть, каждый вечер, вот вечером даже видно, что там 10 часов, я каждый вечер получаю от ассистента план моей команды, кто у меня в прямом управлении, задачи на следующий день. Если надо, могу корректировать, если нет, там все окей. То есть, это основное, это в принципе оперативного планирования. Мы сейчас с вами не рассматриваем стратегическое планирование, мы не рассматриваем тактическое планирование. Мы рассматриваем оперативное, то, которое происходит ежедневно. То есть, у нас это в формате задач в Битриксе. Эти задачи ставит конкретно каждый сотрудник. То есть, руководитель не сидит лично, про это тоже дальше пойдем речь, потому что, если руководитель будет сам ставить на всю свою команду задачи сотрудников, а потом сам лично это все контролировать, то такого руководителя надолго не хватит. Именно поэтому очень часто не внедряются вот эти элементы, в том числе в битриксе, да, то есть потом человек сдулся, ему надоело, поэтому вот такой подход мы используем и делаем. Кто-то говорит, слайды не показывают, остальных все окей, слайды видим, потому что я же транслирую, результат идет, значит, а, видно, все отлично. Вот, и следующее, что есть, это для задач, которые необходимо отслеживать, то есть те задачи, которые объемные, те задачи, которые не повторяются, ну, по сути, уникальные, они все занесены вот в битрикс, да, отслеживание происходит там. Некоторые созданы по автоматизации, по процессам, у нас уже там есть шаблоны разные, это уже отдельная, да, история, но помимо есть мелкие задачи, повторяющиеся задачи, которых часто забывают сотрудники. Например, мы создаем для этого чек-листы дня личного ассистента, вот таким образом у него проходит. Мы, кстати, сейчас эти чек-листы сделали, там, видели новую функцию в битриксе, сделали даже в битриксе повторяющиеся в виде там чек-листов задачи. У меня ассистент их даже туда перенесла и просто каждый день чекает, это еще удобнее, до этого мы там Google таблицы использовали. Там также делают, там, чек-листы дня руководителя отдела продаж собраны, также чек-листы дня менеджера по продажам. Какие-то мелкие задачи, которые необходимо выполнять каждый день. И вот эти важные моменты очень необходимы, но это не только то, что влияет, да, на качество выполнения задач. На качество выполнения задач влияет, первое, постановка задач, расстановка, приоритет, регулярная обратная связь и контроль. Что касается постановки задач и контроля, это самая моя нелюбимая функция. И пока она была на мне, как на топ-менеджере, эта функция, даже как на собственнике, который выполняет роль генерального директора, я здесь боила. Поэтому там 6 лет назад у меня появился ассистент и этими вопросами начал заниматься. То есть я полностью делегировала этот вопрос. Если я ставлю задачу, проверяет на правильность постановки этой задачи ассистент, то есть он смотрит постановку задач по правилам, которые у нас внедрены в компании. Контроль смотрит он, но контроль с точки зрения исполнения срок и наполнения, естественно, внутреннюю часть задачи уже оцениваю я. Но я не держу в голове вот эту всю рутину, об этом чуть дальше тоже проговорим. Дальше. Следующее. Я не смогу, к сожалению, по правилам пройтись. Ребят, время ограничено. Я вижу время, и я понимаю, что у меня еще два блока, поэтому я спешу. Хочу вам дать больше информации для размышления. Дальше. Следующее. Расстановка приоритетов. Есть у нас в команде внегласное правило. Если накладывается несколько задач приоритетов, ну, задач с разными приоритетами, то задача не то, что задвинуть какую-то из задачи, это цель. Если не можем расставить приоритеты, обратиться к руководителю вышестоящим и уточнить по приоритизации этих задач. Все. То есть все просто. И регулярная обратная связь. У меня с каждым членом команды, кто у меня в управлении, происходят еженедельные встречи. Это очень важно в формате удаленки, потому что у нас, например, самое святое – это в понедельник в 9 утра общий сбор-планерка. Где бы я ни была, где бы ни были члены команды, мы все собираемся в это время. И помимо еще есть дни недели, называют дни недели, там, день продаж, день маркетинга, день продукта, где эти дни мы встречаемся с руководителями подразделений и даем им обратную связь. И они получают эту обратную связь. И вот эта цепочка в эффективности управления не теряется. Ребята получают очень классные результаты в этом формате. Так, по постановке задач. Ну, это то, что я говорила, да, что в начале периода руководитель сотрудникам составляет список задач на месяц. По окончанию периода производим достижения согласно KPI. Ну, это вот то, что я говорила про цели. Дальше. А те материалы, которые я буду обещать, те материалы вы сможете забрать у меня, написать мне в директ и получить. Так. Дальше. Кто является ключевой помощником онлайн-лидера? Вы уже поняли, да? Ассистент. Потому что есть правила за рубежом особенно. То есть, когда открывается бизнес, первый человек, который появляется в команде – это ассистент. У нас очень часто перепрыгивают через этот этап наши собственники, да, руководители, и оказываются в лапах рутины, которая не позволяет выбраться. А в этом формате есть ключевой помощник онлайн-лидера – это ассистент. Ассистент выполняет, берет с вас те функции, которые вам, не знаю, мешают, бесят, не хотите их выполнять. Знаете, это такие ощущения, когда не хочется делать прямо до мурашек. Поэтому я всегда говорю, первым этапом в этом формате необходимо, если у вас еще нет ассистента, то необходимо первое – сделать такой мозговой штурм, должностную карту свою из тех задач, которые вы сейчас выполняете, и снять с себя те задачи, которые вам неприятны, делегировав ассистенту. Это первое, что необходимо сделать. Мне чаще всего там задают, а где же этого взять ассистента, как его обучить, а какая должна быть мотивация и так далее. Это когда вы проходите по вот этим этапам, которые я сейчас проговорю, ассистент находится автоматически. То есть, когда вы понимаете портрет ассистента, кто это должен быть, какую рутину он должен с вас снять, что вы хотите на него делегировать, после этого эта история у вас уже приносит плоды и результат. Я всегда говорю, если ты не знаешь, что ты хочешь с себя снять, задай себе три вопроса. Первый вопрос. Выпиши те задачи, которые ты сделал, не знаю, штурм из твоих должностных задач, которые ты регулярно выполняешь. Какие из этих задач, в том числе личные, ты готов выполнять в следующие еще два-три года, те не трогаем. Какие задачи ты еще можешь выполнять год и какие, сам пока, да, и какие задачи ты хочешь делегировать в ближайшие три-шесть месяцев. И берете те задачи, которые три-шесть месяцев, вы не хотите уже их выполнять, выносите в отдельный список и на этом фоне делаете функционал. Например, у меня были, сейчас мы как раз с вами пройдем, какие задачи делегировала и как тут связан вообще битликс в этом ключе. Вот ассистент для онлайн-лидера, это тот человек, это, кстати, я на фото и мой ассистент, это еще фото четыре года назад. Алина у меня уже бизнес-ассистентом стала, то есть разделили полномочия с личного ассистента на бизнес-ассистента, и сейчас она еще приучивается на руководителя проекта. То есть, как он появился? Я не хотела держать в голове рутину, что купить, куда сходить, что не забыть. То есть у меня это было дико энергозатратно. Задача руководителя – делать то, что нравится, и все, что не нравится, отвлекает. Делегировать. Но мы понимаем, мы делегируем только то, что мы можем делегировать, мы не можем делегировать полностью ответственность. Очень часто говорят, ой, у меня исполнительный директор, он выполняет функцию ассистента. Не может быть такого, потому что ассистент не несет ответственность коммерческую, а исполнительный директор несет всю ответственность, в том числе за финрезультаты. Если он у вас их не несет, то значит это ассистент, а не директор. То есть это важно тоже различать. То есть, а вы занимаетесь в это время стратегией и выполняете более приоритетные задачи. Это очень важно. Поэтому, когда вы создаете вот эти должностные карты, у вас налаживается вся вот эта система. Дальше. Где взять вопрос? Я уже проговорила. Вот эта справа – это должностная карта. То есть, это та карта в виде интеллект-карты, которую вы поручаете создать, сделать вашему ассистенту. Мне может написать… Так, Михаил, наверное, напишите, пожалуйста, у меня есть сколько у меня времени, потому что я либо сокращу презентацию, если у нас час, либо еще продолжу. Напишите, пожалуйста. И следующий момент. По поводу карты. Вот эта должностная карта, почему в виде интеллект-карты? Вообще, вы знакомы с интеллект-картами? Сделайте плюсики. Напишите, пожалуйста, плюсики. Посмотрю, сколько знакомо, сколько незнакомо. А, ну все. А, нет, есть минутики. Так, давайте выведу тогда на экран. Смотрите, это должностная карта. Это… Анна, сокращается… Ага, все, все. Окей, буду сокращать. Давайте тогда я сейчас расскажу вам про ассистент, да, покажу карту и на этом завершим. Да, смотрите, по поводу ассистента. Где брать? Что необходимо в этом формате делать? Сейчас я выведу быстро на экран. Так, вот, показала. Вот, вывожу должностную карту пример бизнес-ассистента. Вот, она состоит в виде интеллект-карты. Почему видят именно в таком виде, а не в Excel, не в каких-то табличках? Потому что наш мозг, именно наши нейроны думают именно таким образом. У меня, кстати, вот, показываю на вебинарах книгу, если вы не сталкивались или там не доверяете интеллект-картам, читайте книгу «Интеллект-карты» Тони Бьюзен. Это такое базовое пособие для понимания, почему в таком виде информацию делать проще. У меня, например, каждый сотрудник делает свои должностные карты перед созданием KPI-мотивации, то есть для того, чтобы делегировать часть работы, распределить зоны ответственности и так далее. Вот таким образом эта вся история выглядит. И вы можете самостоятельно такие карты тоже простроить. То есть на ассистента. Либо сами создаете, когда нанимаете, либо если человек в команде, вы хотите реструктуризировать его задачи, какие-то автоматизировать, то просите сделать должностную карту. Еще мы используем должностную карту перед оценочными сессиями и просим сотрудников отметить красненьким те задачи, которые не хочет больше выполнять, желтым, который под вопросом, зеленым, который драется. Тем самым мы понимаем по профилям компетенции, человек идет в том направлении или нет. И наш ИПР простраиваем с точки зрения, почему он отметил красным, что его сподвигло и так далее. То есть мы используем эти инструменты. Если у вас там есть интерес или, возможно, есть заинтересованность именно в построении должностной карт на ассистента, вот этот момент я тоже могу с вами поделиться. Либо карта личного ассистента, либо бизнес-ассистента. Можете обратиться, эту всю информацию направим. В Инстаграм пишите. Ну и проговаривать все критические ситуации. Если у вас есть какие-то особенности именно ваши, не знаю, например, я очень гиперактивна, у меня 24 на 7 график, то я сразу ассистенту проговорила, что 24 на 7 со мной на связи. Вот это тоже пример моих критериев. Я сразу их проговаривала. Почему 24 на 7? Это не значит, он с утра до вечера не спит, не ест, занимается. Это значит, он разделяет ответственность с точки зрения. Если форс-мажор, он всегда на связи. Если что-то срочно, это моя правая рука. Изначально это проговорено. И, естественно, человек это с удовольствием оценивает, и никаких проблем не возникает. Так, не кричу. Вот, никаких проблем не возникает. То есть максимально вовлекается в эту всю историю. Так вот, у меня ассистенту как раз помимо этих задач делегирован, он является у меня администратором VITREX24. То есть ему делегирована ответственность по внедрению этой системы. В формате каком? Изначально эту систему запускала я полностью, да, то есть я создавала все процессы, это было уже давно, но потом за контролем работы, например, у нас один из показателей в отделе продаж – это правильность работы в СРМ. Есть четко прописанные критерии, которые отслеживают ассистент и проверяют на качество. А также ассистент контролирует выполнение задач и поручений в VITREX. Он смотрит правильность постановки задач сотрудниками, он контролирует срок выполнения этих задач, он помогает, если необходимо, настраивать взаимодействие с разработчиками, когда мы там описываем какие-то процессы. То есть между мной и VITREX появился администратор, да, который взял такие рутинные вопросы на контроль, потому что если этого нет, вы не хотите этим заниматься, и нет человека ответственного, возникает такая дыра, а кто же будет этим заниматься? Потому что если есть какая-то задача, управлять ей необходимо. Если не управлять, результата мы не получим. Поэтому она мне выполняла эту полностью функцию изначально. И там до сих пор это делать, и контролирует там шаги, этапы, и справляется с этим. Поэтому доп. функционал вы можете рассматривать самостоятельно абсолютно любой, вовлекаться в этот процесс, анализировать эти процессы, то есть проблем никаких не возникнет. То есть вы уже погружаетесь полностью в систему. И важный момент, который подытожил, хочу сейчас сказать, это касается как раз работы в портале. Очень важно, какую очень часто самую ошибку допускают при работе с системами, создают огромное количество систем, из-за этого сотрудники сопротивляются. Мы как компания, которая занимается консалтингом, то есть системы управления сталкиваемся, очень часто говорят, у меня сотрудники сопротивляются переходить на сервис. Говорю, так, почему, задаем вопрос, а оказывается, у них 5 порталов, с которыми они работают, в каждом они работают неэффективно, в итоге сотрудники относятся к новому порталу как к тому, что, боже мой, еще один. Поэтому мы выбрали как раз работать с Bittrex 24, и это реально был осознанный шаг, это там абсолютно никакая не реклама, именно потому что раньше я как программист по образованию, я работала в системах Trello, Asana, у меня там была куча каких-то порталов, еще Elma и помимо Bittrex, но я поняла расфокусировку, то есть люди везде и в итоге нигде. И когда у Bittrex уже давным-давно появилась канбан-доска, мы сразу же полностью перешли туда, то есть мы все чаты рабочие создали в Bittrex, полностью перенесли, вы видели, я показывала воронку рекрутинга, полностью CRM-система там, полностью все сотрудники подразделения по управлению задачами и проектами, полностью вся, то есть это полная инфраструктура, в которой мы все внутри работаем, то есть мы не можем как-то отсоединиться от нее, это единый портал, мы там начинаем утро с доброго утра, мы завершаем день там отчетами, то есть это основная система, и в этой системе все происходит. Единственное исключение – это я общаюсь со своими ассистентами в Telegram, то есть какие-то элементы, которые мне важны как руководителю там, то есть я захожу в Bittrex, проверяю там какие-то отчеты, смотрю, и могу с ассистентами, по личным в том числе задачами, туда не переносить. А в общем, это портал, который одно единое пространство, тогда нет сопротивления, когда это ваше правило, у нас люди приходят новые, это наши правила, они с ними соглашаются, никто не противостоит вопросам. Если, например, вот мы завели ассистента рекрутера в воронку, а представляете, он никогда не работал, она женщина всю жизнь работала с табличками там в Excel, и тут вдруг система, мы ее ввели полностью в обучение CRM, показали преимущества, она позадавала вопросы, дали обратную связь, все, человек фанат, она не представляет своей жизни без там Bittrex, без CRM и так далее. То есть эта система полностью позволила жить комфортно, то есть мы не ищем задачи, мы их не контролируем, поэтому это такой важный момент. Так, ну основные моменты, которые хотела, я рассказала тем, что я обещала, кто хочет получить какие-то примеры, элементы, там TPI я обещала, должностную карту на выбор дать, выбирайте, что вы хотите получить, обращайтесь, я пришлю. Так, Михаил, да. Да, я появляюсь. Очень классный контент, я сожалею, что я в той роли, когда мне нужно завершить выступление. Мне не хочется, но это регламент получается. Друзья, смотрите, вот чуть-чуть выше в чатике есть ссылка на Инстаграм Анны, подписывайтесь туда и задавайте вопросы, так можно будет продолжить дискуссию или какие-то вопросы задать, которые сейчас не получилось задать. Материалы, которые есть у нас в вебинаре сегодня, мы на вашу почту отправим, можно будет перечитать. Сегодня очень такой плотный контент, классный. Правда, нужно к нему вернуться, не на слух запомнить, а вернуться и некоторые вещи прописать себе для того, чтобы принести их в бизнес. Анна, спасибо огромное. Все, спасибо вам, спасибо. Все, отмечаюсь. Хорошо. Так, у нас с вами, друзья, есть еще немножко времени. У нас есть 24 минуты, и мы пробежимся по презентации Bittrex24 и инструментам, которые внутри есть для командной работы. Я их буду обозначать. Опять же, если вопросы по ходу возникают, можно их в чат адресовать совершенно смело. Коллеги, у нас сегодня есть эксперты в чате по Bittrex24, они будут на эти вопросы отвечать. Я, наверное, пойду больше по презентации и подглядывать в вопросы, постараюсь не подглядывать. Значит, Bittrex24, как только что Анна говорила, это такой инструмент комплексный, который сочетает в себе инструменты и для работы внутри компании, и для работы с клиентами, то есть и CRM-систему, и все, что касается такого внутреннего виртуального офиса и организации процесса работы. Что там есть, на что стоит обратить внимание? Значит, когда мы сейчас воспринимаем офис компании, мы вот уже после пандемического года или полутора лет, а сейчас, может быть, еще одна волна, посмотрим, не хотелось бы, но тем не менее, быть готовым к этому нужно. Мы понимаем, что офис компании – это не только физическое пространство, и иногда вообще не столько физическое пространство, а есть полностью удаленные распределенные команды, и мы то же самое, что мы делаем у себя в офисе обычно, печеньки на кухне, классное переговорное пространство, может быть, что-то дополнительное для отдыха, теннисный стол или массажное кресло, все что угодно, мы должны, по сути, как-то воссоздать в виртуальном формате. То есть мы должны сделать так, чтобы компания была представлена в интернете даже сотруднику, который пришел к нам сейчас на удаленку, никогда с нами не разговаривал, но пришел. Соответственно, нужно сделать следующее действие. Нужно показать компании сотрудников. Вот эта структура компании, они приходят в компанию, понимают, из кого она состоит, как иерархия распределяется. Можно перейти в карточку, это очень важно, мы сейчас все к соцсетям очень привыкли, можно перейти в карточку сотрудника и посмотреть, кто он, посмотреть на фотографию, посмотреть на, там, есть благодарности, за что его благодарили, что он классного делает, насколько он отзывается на просьбы коллег, например, ну и его увлечение, если вы такое допускаете, если профиль компании, профиль сотрудника поддерживает. Естественно, все чаты и все коммуникации, они внутри, внутри Bitrix24 распределят это на другие каналы не очень правильно. Сейчас попробую объяснить, почему не очень правильно, потому что не в каждом чате есть поиск информации, это первое неудобство. Второе, этот чат не принадлежит вам. То есть если вам нужно будет что-нибудь из этого чата найти, вернуть, подсмотреть, то сложно без единого инструмента понять, где же ты кому это пообещал. Это было в WhatsApp, это было в Telegram, это мы где-то в Skype с кем-то разговаривали и еще в каком-то канале. Совершенно каша получается. Поэтому четкое разделение, рабочая информация. Чаты Bitrix24, нерабочая коммуникация. Пожалуйста, если я с коллегами хочу договориться вечером пойти на велосипедах покататься, окей, я могу с ними в любом мессенджере, в котором мне комфортно и удобно, договориться об этом. Но рабочая коммуникация, тем не менее, здесь. Еще один классный инструмент, это живая лента. Ну, по сути, с форматом живой ленты вы общаетесь в соцсетях точно так же постоянно. Это регулярное общение с вашими коллегами. Появилась идея, вы ее вбросили, обсудили. Появился какой-то повод, появился информационный. Мы выступили на конференции, мы были представлены где-то. Вот у нас какие результаты интересные. Мы все это сделали. Мало того, здесь же есть еще и видеообращение, когда особенно в пандемическое время руководитель компании или руководитель подразделения пишут видеообращение с живым голосом, обычным и разговаривают со своими сотрудниками, чего так не хватает без физического контакта, без обычного офиса физического, к которому мы привыкли. Ну, если привыкли. Окей, с календарями все, наверное, понятно. Они синхронизируются с разными девайсами. Тоже теперь must-have информация, которая должна быть доступна для любого сотрудника из любой точки. Все твои документы, рабочие документы, должны быть в едином пространстве. Ты получаешь к ним доступ из дома, если ты на удаленке, из офиса, из командировки, откуда угодно, наверное, комментировать особенно не надо. К этому тоже все примерно относятся одинаково, привыкли и понятны. Как только в портале появляется большое количество информации, а у нас в любом случае портал растет, информация растет по мере жизни компании, то нужен хороший поиск. Вот у нас есть внутри Bitrix24 сразу же вверху строка, где можно найти и сотрудника быстро, там, по нескольким буквам фамилии, и какой-то пост, и задачку, и можно поискать вот в разных сущностях, мы их называем сущностями, там, задача в посте, в структуре сотрудников. Человека или какой-то пост, про который мы говорили. Про рабочие группы немножко. Поскольку работа организована у нас вокруг иногда проектов, мы можем посмотреть на какой-то проект открытия нового направления или проект по внедрению, например, финансовой отчетности или KPI. Любой проект, над которым работать собирается несколько разных сотрудников. Мы собираем их в проект, они там работают в единое пространство, это классно. Что еще полезного очень в этой функции, когда в проект добавляется новый человек, в обычном режиме, если вы пользуетесь, например, в основном электронной почтой, то вы максимум, что сделаете для погружения сотрудника, бросите ему какую-нибудь переписку. Понять переписку достаточно сложно, там, кроме самого факта информации, много-много всяких данных, которые не нужны прямо сейчас. Не знаю, подписи, адресаты, разные ветки, к сожалению, не каждый умеет нажимать кнопку «Ответить всем». Здесь эта проблема решена, и когда мы погружаем нового сотрудника в проект, мы говорим, вот мы добавляем тебя в проект, пожалуйста, познакомься. День, и ты, по сути, знаешь, чем проект жил последние полгода. Вот какие выводы были сделаны, вот почему такие решения были приняты. Это очень классное погружение и сохранение информации внутри компании. Буду показывать маленькие инструменты, которые, по сути, свои очень простые, но очень классно работают. Рабочие отчеты. Вы настраиваете для каждого сотрудника или для подразделения в целом, а может быть, для компании, периодичность таких отчетов. В конце, например, недели, если у меня еженедельная отчетность, мне всплывает окошко и говорит, пожалуйста, расскажи, чем ты занимался на прошлой неделе, и я рассказываю. Туда попадают встречи и события, например, с CRM автоматически, и я дополнительно говорю, а еще я был вот здесь, и да еще я работал вот над таким проектом, вот таких результатов примерно я достиг. Еще одна классная штука здесь, это соседняя вкладка, которая называется план планирования. То есть я не только говорю, чем я занимался в предыдущей неделе, но и ставлю план на следующую неделю. Это суперважная история, которая позволяет вам работать по целям. Вот автоматически ты обязан заполнить такой отчет, он всплывает у тебя регулярно, пока ты его не заполнишь, ты не пойдешь дальше, и поэтому ты уже сразу же в пятницу, например, вечером или в понедельник утром начинаешь думать, чем я буду заниматься на следующей неделе. Выставляю себе цели и по этим целям иду на следующей неделе. Очень классный, полезный инструмент, точно рекомендую использовать его. Про бизнес-процессы, наверное, детально не буду рассказывать. Пожалуйста, пообщайтесь с нашими партнерами. Это разные ветки и маршруты, к которым могут ходить документы или какие-то процессы. Наверное, покажу вам видео о роботизации процессов, которое может быть полезно. Вот как выглядит эта роботизация процессов и вообще для чего она нужна. Мы, например, хотим автоматизировать какой-то процесс. Скажем, прохождение счета, оплаты счета или документа. Мы говорим, давайте мы запустим, создадим такой процесс. Мы сейчас в режиме администратора в Bitrix24. И мы говорим, вот такие поля должны быть у этого процесса. За эти поля отвечают определенные сотрудники. Счет согласует руководитель, счет оплачивает бухгалтер. Вот они конкретные люди или конкретные должности. И вот такие стадии должен пройти наш счет, прежде чем они будут оплачены. Вот они стадии, тоже в формате команд-доски. Мы утверждаем счет, мы потом отправляем его в оплату и в конце дожидаемся документов. Например, все эти стадии мы придумали, определили, кто на них ответственный. Сейчас мы попробуем как раз посмотреть задание, которое выдает каждая стадия, и ответственного человека в разном формате. Любой из этой группы, все должны в этой группе подтвердить документ или прохождение документа дальше, или еще какой-то формат. И, пожалуйста, мы потом видим, как по этому Kanban-списку двигаются задачки, двигаются процессы, которые у нас есть. До конца докручивать не буду, значит, тут примерно понятно, что представляет из себя создание процессов и что такое Kanban и RPA. Теперь давайте немного про эффективность. У меня были вопросы, но я вопросов в зал бросать не буду сейчас в аудиторию, я буду на них примерно отвечать сам. У нас есть разные сотрудники, разные профили сотрудника, которые мы оцениваем, как же должен отчитываться нам, или как мы должны оценивать эффективность человека. Я назвал такое общее название офисолог, это человек, который в офисе работает и выполняет разные задачи. Он не про продажи, не про деньги, он не про поддержку, и мы на эти категории посмотрим чуть похоже. Значит, что такое офисолог? Человек, который работает в офисе, как будет, ну, сейчас, может быть, в виртуальном офисе. Мы должны понимать, что он выполняет тот объем работы, который мы ему поручили, то есть он работает по задачам, и он работает в рамках сроков этих задач, у него исполнительная дисциплина, не потерять по дороге задачи, выполнить их, как было поставлено. Второй момент – это качество работы, и вот качество работы в задачах редко можно оценить по сделал, не сделал. Там должна быть некая экспертная оценка руководителя, когда он приходит и говорит, это получилось там, это получилось, во-первых, и получилось очень хорошо, это получилось, но получилось, ну, так с натяжкой на троечку, условно, а это не получилось, и там есть какие-то причины. Они иногда актуальные причины, объективные, иногда причины, которые, ну, можно было бы и пройти, и должен был человек пройти через них. Поэтому такая оценка работы, она экспертная. С соблюдением сроков понятно, и вот здесь еще есть такой отличный момент, который в групповой работе присутствует, называется социальный контроль. Когда ты работаешь в команде, в группе, и твою задачу видит не только твой руководитель, но и твои коллеги, ты автоматом перед ними несешь ответственность. Ты говоришь, да, если я сейчас свою задачу не выполню, мои коллеги дальше пойти не могут по ней. Поэтому внутренний стимул, как внутренний внешний стимул такой социальный, есть еще. Его даже специально включать не нужно, он автоматически включается. Значит, задачи, отличный инструмент внутри Bittrex 24, много всего интересного, прям по каждому пункту не пройти. Посмотрите обязательно. Мы в разных форматах показываем задачи, там разные методики работы можно к ним применять. Можно в формате Kanban двигать по столбцам сами задачки, перетаскивать их или автоматизировать этот процесс, они автоматом будут перетаскиваться. Можно смотреть в формате диаграммы Ганта, можно смотреть в списочном формате, как удобно. Это одни и те же задачи, по сути, размещенные в разном визуальном представлении. Постановка задачи и контроль совершенно простая. Там есть роли у каждого. Я исполнитель, постановщик, я наблюдатель за этой задачей. В зависимости от участия своего или своих коллег в задаче, мы определяем такие роли, и потом можно по ним очень удобно фильтровать. Так мы сделали. Значит, еще один момент, который мы используем, это игра со счетчиками. К счетчикам мы с вами приучены давно, наверное, с момента электронной почты, когда у нас была иконка еще на рабочем столе компьютера, и там какой-то счетчик непрочитанных сообщений. И первое, что мы делаем с таким счетчиком, мы к нему тянемся, чтобы посмотреть, что там. На телефоне точно так же работает, любые приложения выводят тебе счетчик, и ты говоришь, ах, надо посмотреть, что там, чтобы счетчика не было. Это такая война автоматически со счетчиком. Они у нас тоже появляются. Появляется счетчик чего? Что задача, например, или элемент CRM требует твоего внимания. И ты идешь туда и, снимая такой счетчик, отдаешь часть своего внимания, задачи, над которой нужно прямо сейчас поработать. Механизм автоматический, тоже специально включать не нужно. Мы за вас включили. Он работает, рабочий может смотреть. Так, про простые маленькие моменты, которые есть внутри платформы, обещал рассказывать, рассказываю дальше. У нас есть блок, называется эффективность. Там показывается процент выполненных задач без нарушения. Значит, если у меня 100 задач, и я 82 из них выполнил в срок, как положено, то моя эффективность 82%. Значит, за этим блоком регулярно нужно подсматривать и самому человеку про себя, и его руководителю, потому что как только ты начинаешь наблюдать за каким-то показателем, он автоматически выстраивается и подстраивается под нужную нам цифру. Мы говорим, допустим, там 100% космическая эффективность, а вот ниже 80% мы опускаться не должны. И тогда человек сдвигает сроки задачи, если он не успевает, и всех оповещает, да, допустим, я не могу это сделать в такой-то срок, потому что, и дает какую-то причину. Или сразу не берет задачу, что завтра я это не сделаю, потому что. И у всех будет понимание, когда человек выполнит задачу. Если он взялся за срок к пятнице, то, значит, к пятнице он ее сделает. Иначе цифра поползет. Есть шаблоны. Анна говорила про шаблоны. Очень удобно, когда у вас есть регулярные, рутинные операции, задачи, выставлять их постоянно. Они могут быть действительно повторяющиеся автоматически сами. Каждый конец месяца или каждую среду, например, мы выставляем автоматную задачу, которая должна определенный объем работы поручить какому-то сотруднику. Либо мы по шаблону сами руками, запуская новый проект или поставив новую задачу, сразу же запускаем с подзадачами, например, или с чек-листами, которые внутри задач есть, сильно упрощает работу. Есть роботы в задачах. Это такая автоматизация. Опять же, детально не иду в эту историю. Поговорите, пожалуйста, с нашими партнерами. Они подскажут, расскажут, что там можно делать с этой роботизацией для того, чтобы точно так же упростить нам жизнь. Чего еще коснусь, мы говорим про продажи, которые тоже удаленные. Тоже наша команда отдела продаж. Как ей управлять и что перед ней ставить. Но давайте вот здесь попробуем немножко поговорить, как оценивать продавца. Скажите мне, пожалуйста, что нужно оценивать у продавца, у менеджера по продаже. Так, я вот теперь подсматриваю прямо в чат. Можно написать одним словом, можно чуть больше, можно как-то обозначить, что. Конверсию, скорость обработки. Вижу, спасибо большое за активность, друзья. Тоже конверсию. Я обычно жду ответа про деньги, значит, но ответа про деньги у нас сейчас нет, потому что все, видимо, прошарены, и до денег нужно еще добежать. Смотрите, деньги на счету мы, конечно, видим, но действительно этого недостаточно. И вот то, что вы сейчас указали, и конверсии, и активности в конкретных делах, и качество работы, все это у продавцов мы смотрим. И есть несколько, но не ключевых, прям кипяев, которые мы целимся, а промежуточных. Почему промежуточные важны? Потому что для того, чтобы достичь финального, мы промежуточные должны контролировать. Мы должны их считать, соответственно. Поэтому, да, друзья, все правильно говорите. Разные показатели контролируем. Все это CRM-система позволяет делать достаточно просто. Там в формате отчетов, опять же, вот много-много инструментов, которые CRM-ка позволяет делать. Мы считаем каналы коммуникации, сколько заявок к нам пришло. Мы можем считать, что у него внутри по стадиям происходит. Быстро ли он со стадии на стадии перескакивает? Абсолютно верно вы говорите. Качественная ли у него конверсия? То есть нужный ли процент? Отличается ли он от общего процента своих коллег? Если в отделе продаж средний 10%, а у него 8%, мы его должны дотянуть до этой цифры. Если у всех 8%, а у него 15%, значит, мы должны понять, как он это делает. И на всех остальных транслировать эту методику и какую-то фишку, которую человек изобрел или понял. Так, по аналитике продаж много есть инструментов. Опять же, я по всем отчетам пробегаться не буду. Просто укажу, что они работают. Точно так же и счетчики работают внутри сделок. Если у сделки, например, нет следующего запланированного действия, мы считаем, что это неправильно. Значит, это брошенная сделка, по ней не будет никакого движения. Мы сразу же выводим счетчик. Это сделка без следующего шага. Пожалуйста, поставь следующий шаг для того, чтобы сделку продвинуть в дальнейшем. Мы строим повторные продажи точно так же. Есть элементы внутри Bitrix24, прям отдельным списком. Называется он CRM-маркетинг. И в этом блоке база контактов, база ваших компаний, с которыми вы работали, успешно или не успешно работали, но это клиенты, которых вы проскорили, проверили. Они потенциально ваши клиенты. Значит, по ним можно совершить продажи. Даже если в первый раз не получилось, мы можем их сегментировать и какую-то активность на них произвести. Вот есть инструмент, который называется генератор продаж. Допустим, что мы с ним можем делать? Мы можем выбрать всех, кто в Казани в последние три месяца был у нас там в сделках и проиграл. Мы, вернее, проиграли эти сделки с клиентами. И заново что-нибудь им предложить. Например, составить список обзвона и поручить менеджера проработать их. Или вообще мы выбираем всех, кому мы проиграли, потому что проект отложен, и возвращаемся к ним через какое-то время. В общем, сегментация – это такая сторона маркетинга. Я думаю, что или вы сами этим занимаетесь, или ваши коллеги-маркетологи понимают, как верно сегментировать. Инструменты, пожалуйста, все есть внутри. И отлично, мы выбираем ту самую аудиторию, за которую вы уже заплатили для привлечения, и работаем с ней в дальнейшем. Совершаем повторные продажи или этой же аудитории первичные продажи. CRM-аналитика позволит посмотреть, насколько удачные у нас действия сейчас были. Еще один момент, на котором сейчас хочется сделать акцент – это совпознай аналитика. Вообще, когда мы говорим про взаимодействие маркетинга и продаж в одной и той же воронке, то есть маркетинг работает в самом верху воронки, принося лиды, продажи работают в воронке в финале, когда они закрывают лиды, маркетингу очень нужно понимать. Вот те лиды, которые он привел из определенного канала, они, понятно, сколько стоят, у них такая цифра есть, но насколько они закрываются, насколько они в финале удачны для компании, нужно этот канал развивать или не нужно. И вот такой ответ дает сквозная аналитика, она внутри CRM-системы уже есть, пожалуйста, так можно фактически сделать. Еще один блок про автоматизацию. Внутри CRM ее много, очень много, огромное количество, она помогает и двигать сделки, и напоминать, и общаться с клиентами. Очень разные сценарии есть, которые действительно упрощают жизнь менеджеру. И когда мы приходим в компанию с мыслью внедрить CRM, мы правильно разговариваем со своими сотрудниками, объясняя им, зачем нужна CRM-система. Она нужна не за тем, чтобы их там жестко контролировать, закрутить все гайки. Иногда так нужно сделать, но тем не менее. Основной посыл в том, что мы приходим и даем прозрачные инструменты, которые помогают менеджеру не забыть довести клиента до финала. Помогают ему операцию отдать роботу, а не делать самому. Например, операцию с документами. Автоматическую генерацию документов можно отдать на роботов и вот убрать большую часть нелюбимой работы в менеджер-продажах. Нужно ли нам учить своих людей? Ну, конечно, нужно. Инструменты в VITREX24 для этого тоже есть. И один из инструментов, который есть прямо в облачном формате, доступен, прямо сейчас можно посмотреть на него, это база знаний. База знаний может быть не только по продажам. Она совершенно любая. И обычно в каждом отделе есть своя база знаний. Как работать производству? Как работает маркетинг? Какие инструменты в этом бизнесе работают? Какие не работают? Первый момент, такая профессиональная. База знаний может быть общая по компании. Какие правила в компании приняты? Как можно общаться? На вы, на ты, где столовая, есть ли компенсации, какой может быть там карьерный рост, кому обратиться, если у вас есть идея. Пожалуйста, все это изложено здесь. Там может быть формат текста, может быть формат видео. Если руководитель компании, особенно харизматичный руководитель компании записывает такое видео, это всегда дает достаточно точное понимание, что прямо сейчас будет в компании или что вообще будет в компании. Вот она позиция, позиция лидера, позиция руководителя компании. Вот какой его посыл, вот какая цель у компании есть. Поэтому, пожалуйста, такие базы знаний в обязательном порядке создавайте. Они упростят вхождение в должность, в проект, в отдел, вообще в вашу компанию. Создадут вот как раз такую атмосферу. Проходить их можно там с мобильного телефона, с десктопа, как угодно. Если вам к этому нужно подключить, например, и тест, есть такие задания, которые ты прошел курс и в финале должен тест, должен пройти тест. Есть в приложении Bitrix24 Market такие приложения, которые позволяют создать еще и тестирование. И, пожалуйста, курсы в коробочном Bitrix24, они уже есть. В облачном Bitrix24 можно с использованием приложения организовать еще и тест регулярный или единожды ты прошел курс и прошел такой тест. Еще один момент, который для нас для удаленки сейчас супер важен, это история про продажу, уже не организационную часть, как нам менеджеров вести, контролировать и помочь. А второй момент, это история, когда есть продажи напрямую. Про что я говорю сейчас, попробую сформулировать точнее. У нас очень много коммуникаций сейчас в мессенджерах. И это в формате B2C огромное прям количество, мне кажется, уже там подавляющее в некоторых отраслях. И в формате B2B огромное количество коммуникаций тоже есть. Так вот, в формате B2C, когда мы говорим, есть инструменты, когда мы начинаем общение и заканчиваем общение внутри чата, и это сделка от начала до ее конца. Мы показываем товар, показываем услугу или рассказываем о чем-то, вот в формате, сейчас в директ я вам в личку ответил, и вот мы в личку отвечаем, и дальше нам нужно сконвертировать пользователя в покупку. И иногда эта покупка такая импульсная и не очень много стоит, хотя кейсы совершенно разные. Мы видели использование инструментов продажи в чатах, прям взятие оплаты в чатах на примере прицепов, лодок и достаточно дорогих вещей. То есть иногда там берут не целую сумму, а предоплату. Кейсы разные. Я хочу вам показать сейчас маленький ролик, который как раз иллюстрирует, как оплата в CRM в текущем режиме может быть реализована. Давайте посмотрим тоже на примере B2C24. Подключается эта система достаточно просто. Менеджер работает в интерфейсе CRM-системы как-то привычно, и к нему прилетает, например, какой-то чат. Он говорит, давайте я вам отправлю ссылку на товар, вы ее посмотрите, а может Apple оплатите. Он из каталога выбирает товар, может быть услуга, если это товар, то нам нужна еще доставка. Мы определяем доставку, например, Яндекс.Го работает в нашем регионе, это возможно. И, пожалуйста, вот мы сформировали ссылку на оплату человеку, мы погмуницировали с ним в чатике, прислали ему в SMS или в WhatsApp, например, ссылку. Человек посмотрел, что это такое, выбрал удобный способ оплаты, Apple Pay, Google Pay, пожалуйста, он завершил такую процедуру. Если у вас там инфобизнес, продажи курсов или что-то, что с B2C конкретно работает, то, пожалуйста, так можно использовать. Для B2B тоже можно так заводить систему оплаты, если у бизнеса, ну, опять же, небольшой чек, и очень часто у бизнеса привязана карточка личная в небольшом бизнесе, не личная, прошу прощения, карточка платежная, которая привязана к бизнесу, и с этой карты тоже можно принимать оплату. В общем, посмотрите на этот инструмент, используйте его. Сейчас есть интеграция с WhatsApp, ссылка уходит в WhatsApp, если у человека есть такой WhatsApp, привязанный к номеру телефона, либо по SMS, и это канал, который позволяет, повторюсь, начать и закончить продажу внутри мессенджера, сильно увеличивает конверсию, очень удобно. Так, я добежал до финала, прошу прощения, если это было так достаточно быстро и немножко скороговоркой, можно будет пересмотреть. B2B 24, еще раз, это инструмент, который позволяет организовать всю работу внутри компании, всю коммуникацию, все задачи, которые существуют внутри команды или внутри всей компании. Есть инструменты по каждому направлению, на которые мы бы не посмотрели. Это и CRM, контакт с внешним потребителем, это контакт-центр, который аккумулирует любые каналы, по сути, внутри CRM-системы, вы не пропустите, не потеряете ни одного клиента. Это сайты и магазины, мы сейчас не касались этой истории, но, по сути, на B2B 24 можно сделать интернет-магазин за несколько минут. Вот там основная задача у вас будет, если у вас уже есть красивые фотки того, что вы продаете, или красивое описание услуги, которые есть, вы их загружаете, и вот, пожалуйста, у вас готов интернет-магазин к работе. Он выглядит так же, как сейчас социальная сеть. Пожалуйста, это формат ленты, вы листаете и начинайте, завершаете продажу прямо там. Друзья, спасибо огромное, что были с нами. Сегодня, правда, было очень много контента. У Анны очень классный такой плотный контент с рекомендациями, можно это будет пересмотреть и посмотреть, что себе внедрить. Я показал инструменты Bittrex 24, и, конечно, я не показал все. Поэтому будете общаться с нашими партнерами, которые сегодня отвечали на вопросы, можно прямо задать им вопрос такой. Вот смотрите, Михаил говорил вот про это. В моем бизнесе применимо оплаты в чате. Давайте посмотрим, можно ли у меня каким-то образом использовать. Автоматизация. Подскажите, что для моей CRM-системы будет актуально, или как это может упростить жизнь моим менеджерам. Общайтесь смело, готовьте вопросы. Надеюсь, что вебинар был не только интересным, но и будет вам практически полезным. Для этого нужно сделать следующий шаг. Пусть у вас такой счетчик зажжется, что я должен выполнить следующий шаг. Выбрать одно или два действия, которые я привнесу в свой бизнес, чтобы сделать его лучше. Что нужно делать для того, чтобы получить записи материала с сегодняшнего вебинара? Ничего. Вы уже все сделали, вы зарегистрировались, и мы, как только запись сконвертируется на сервисе, соберем такие материалы и отправим ссылки на ваши электронные почты. Поэтому сейчас фиксируйте, что особенно запомнилось, потом можно будет пересмотреть и какие-то моменты себе подметить. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Удачного бизнеса, удачных продаж. Всем счастливо. Продолжение следует...